Доброго времени суток! С вами Боровикова Юлия. И в эфире городского телеканала ЮТВ дневники 8-го международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и Авангард». Итак, в прошлом выпуске мы рассказали вам об открытии, новшествах и традициях кинофестиваля, а также встретились с программным директором Сергеем Лаврентьевым, который побеседовал с нами о том, что такое кино. Люмьеры ведь не изобрели движущиеся изображения. Движущиеся изображения были известны до них. Они изобрели киносеанс. Вот белый экран, который потом медленно гаснет свет, и вдруг наступает момент волшебства. Вот это было белое полотно, и вдруг там начинается что-то. Когда вы сидите один дома перед каким угодно большим длинным экраном, берете такой маленький кругляшок, засовываете его в эту хреновину, начинаете смотреть дыр-дыр-дыр вперед, дыр-дыр-дыр назад, потом выбрасываете его, потом говорите, я видел. В продолжении темы хочется отметить, что на днях в рамках кинофестиваля прошел круглый стол на тему «Большой экран или кино онлайн», где Татьяна Воронецкая, она же президент кинофестиваля «Восток-Запад», встретилась с журналистами и студентами нашего города. Народа было не так много, зато обсуждения были бурные. Хотите, чтобы ваше кино смотрели на «Большом экране», а не точно так? Я не говорил этого. Мой жанр предполагает как раз-таки более стремительное распространение через интернет. Кино будет очень дорожать. Это будет, ну, как такой поход в «Большой театр». А все остальное, сегмент кинематографа, как бы предполагается как раз двигать в сторону интернета. Вы же, как бы, вот вы входите в историю, и есть же какой-то расчет, когда там больше эмоционально увлечет, да? А вы так, бац, скинули все, пошли, выпили кофе, потом включились. А теперь возвращаемся к «Большому экрану». Основной конкурс – это международная программа, состоящая из фильмов «Ко-продакшн». Картины, созданные кинематографистами из 19 стран. В этом году было представлено 10 картин. Воспоминания в камне Ирак-Германия, кроткая Вьетнам-США, мост на краю света Босния-Хорватия, Сербия-Франция, побег из Москва-Бады-Россия, путь 143-Иран, такси и телефон Кыргызстан-Германия, тысячу раз спокойной ночи Норвегия-Ирландия-Швеция-Кения, шаг во тьму Словакия, шмидки-Чехия-Германия и «Я любил тебя так сильно-Турция». Картины, в которых в той или иной степени сходятся, сталкиваются, расходятся, влюбляются, ненавидят друг друга и снова влюбляются восток и запад. Есть какие-то вещи, картины, которые не компродукционные, но в которых эта тема имеет место быть. Ну и, разумеется, как обычно, я всегда стараюсь делать, чтобы были картины разные, и авторские, и такой арт-мейнстрим, как это называется, и картины просто для народа, которые, значит, выглядят мелодрамами, жгучими и... Традиционная программа «Сплетенные параллели», которая представлена фильмами отечественного производства, в этом году прошла без судейства жюри из-за недостатка средств и представлена следующими картинами. «Арвентур» режиссер Ирина Евтеева, без комментариев режиссер Артем Темников, ближе, чем кажется, режиссер Герман Дюкарев, «Как меня зовут» режиссер Нигина Сайфулаева, «Охрана» режиссер Александр Прошкин, «Полное превращение» режиссер Филипп Коршунов, «С осенью в сердце» режиссер Георгий Параджанов, «Училка» режиссер Алексей Петрухин и «Лабиринты любви» режиссера Владимира Штирянова, «Пропетра и Павла» режиссер Юрий Попович. «А здесь есть возможности, здесь прекрасные есть картины, как короткометражные, так и полнометражные картины, замечательно вообще сделано, не только конкурсная программа, а сплетенные параллели». Завершил программу «Сплетенные параллели» фильм режиссера Алексея Петрухина, «Училка», роль которой сыграла Ирина Купченко. Хочется отметить, что зал был полон, заняли все, вплоть до последней ступеньки. После фильма обсуждение длилось около 40 минут, но режиссеры и актеры с терпением отвечали на вопросы общественности. В общем, учителя благодарили, а журналисты возмущались. Кто вас боится? Пройди по классу и собери все электроприборы. Я вдолблю ваши пустые головы в одну очень простую вещь. Вы в пустое место. «Представьте то воздействие на учеников, которые сидели напротив актеров. Я помню, мы останавливали, потому что кто-то на первой парте начинал плакать. Реально, а не надо было. То есть вот такие вещи. Эмоции очень сильные, что спережить. Спасибо за тему. Очень некто. А можно я тоже? Спасибо вам большое. А мы группа журналистов на первом ряду. Вот за что вы нас так? Что здесь происходит? Могут быть жертвы. Да у вас кишка тонка, что ученика своего пулю всадить вне вас не жалко. Освободите заложников. Это же дети. С превышением эмоционального фона, с превышением реальности ты высмеиваешь, по сути. Есть такая философия. Хочешь решить проблему, высмей ее. То есть не подходи к ней вот серьезно, а ты попробуй ее высмеять. Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до крайности учительница история берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне меняется, и заложницей становится она сама. То, что показали в фильме, это фарс, это утрировано. Но вот суть, она одна. Если не обращать внимания на систему образования, не обращать внимания на детей, на учителей, то на самом деле это может привести к той картинке, которую мы сегодня увидели на экране. Сам сюжет, и сама история, и сама подача в принципе не новая. Но все построено на контрастах от того, что все эмоционально. Фильм производит впечатление, и на такой фильм хочется сходить. И возможно, я бы даже посмотрела его дома. Ирония по отношению к себе и к характеру, который ты играешь, и режиссера в целом, к ситуации. Для того, чтобы, во-первых, дать зрителю возможность вдохнуть, немножко отдохнуть. Потому что если была бы такая в чистом виде драма, то это человека напрягает, ему тяжело, конечно. Второй год на фестивале была представлена специальная программа «Сделано в России». В нее вошли лучшие фильмы 2014-2015 года компанией «Интерфест». Итак, среди представленных картин зрители могли увидеть фильмы «Зеленая карета», «Беглецы» и фильм «Однажды» Рената Довлетиярова. Кстати, он и представляет специальную программу «Сделано в России». А еще он является режиссером фильма «Любовь, морковь», «А зори здесь тихие» и «Юленька». Но сейчас подробнее о фильме «Однажды». Ее губы, вот твои. Тут главное рот пошире открыть и сосать так, чтобы у нее губы синие были. Я на помидорах тренировался. Берешь помидор и сосешь. Я хотел эту картину снять очень давно, если честно. Лет 15 этот сценарий был у меня. Вот эта вот коммуникация пронизывала общество, потому что знали все-все одновременно в разных концах страны. Хотя по радио ничего не передавали. СССР в 70-х оживает в «Однажды», где эпоха отражена через восприятие подростков. Старшеклассники влюбляются и борются за сердце красавиц. Иззросление советской молодежи протекает на фоне нахлынувшей моды на «Битлз», «Мини-юбки» и «Брюки-клеш». Главным героем истории является советский старшеклассник Леша Калят, которого сыграл Юрий Дейнекин. Он влюбляется в красавицу Таню, девушку погибшего брата, и пытается привлечь ее внимание, в то время как она предпочитает гулять с ребятами из враждебного района. В общем, в фильме есть над чем посмеяться, задуматься и при необходимости всплакнуть. Юрин, расскажи, вот ты в жизни такой же, какой и на экране? Вот этот герой близок к тебе? Ну, по сценарию близок, конечно. Когда я его читал и когда я его разбирал с педагогом по мастерству, у меня находил какие-то совместные вещи у меня с ним, но я так не буду себя вести в жизни. Почему? Я более интеллигентен. Ну, я не бью себя кулаком в грудь, просто мама учитель русского языка и литературы. Поэтому приходится держать марку. Дать на место вот этого персонажа, вот что тебе нужно было для этого? Дело все в том, что, ну, что сейчас вот нам, мне педагоги говорят, что еще, говорит, ничего не играй. Иди от себя, от того, как ты это чувствуешь. То есть я, грубо говоря, в предлагаемых обстоятельствах, я в 72-м году мальчик, школьник и так далее. Если герой радуется, написано, значит, ты должен что-то в себе вызвать в эмоциональной памяти, вспомнить что-то такое вкусное, хорошее, положительное, что с тобой случилось. И это поможет, это на лице на твоем отобразится. Как ты к звездной болезни относишься или не относишься к ней? Ну, я вообще считаю, что звезда – это шар раскаленного газа. Да никак не отношусь. Ну, то есть я учусь, да, сейчас какие-то мелкие, там, студенческие работы есть, там, курсовые, дипломные, что-то такое. И каждый раз что-то новое в себе открываю, нахожу и стараюсь вести себя абсолютно естественно, что-то. А если бы тебе, ну, у тебя была бы такая возможность снять фильм, написать письмо, то есть вот самому выдать какой-то продукт, о чем бы был вот этот продукт воркест? Честно говоря, вот я думал об этом совсем недавно по поводу кино, и даже помню, что у меня была какая-то очень крутая идея. И теперь я ее забыл, надо записать. Песни и так пишем. Ну, вот как-то так. Спасибо тебе огромное. Ну, и, пожалуй, завершающий вопрос. А у тебя есть девушка? Понятно. В следующем выпуске мы расскажем вам о кино, которое сняли оренбургские режиссеры, немного поговорим об авангардном кино, ну и покажем много интересного. А я с вами прощаюсь. Старайтесь смотреть кино на большом экране. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok